Ну а в Новосибирской области бороться с воровством электроэнергии помогает не только специальная техника, но и бдительные жители. Так, в Колыванском районе после сообщения граждан от сети отключили сразу несколько домов. Подробнее расскажет Константин Клещин. Любители незаконных подключений по одному не живут. Сразу два домовладения на одной улице без договора с сетевой организацией. Вместо стандартного подключения с изоляцией – кабель с оголенными крючками проволоки, которые надеты на провода уличной магистрали. Такое безобразие возмутило соседей, и они сообщили в сетевую организацию. Там сразу поняли, в чем дело, и дома обесточили. Один владелец дома расторг договора энергоснабжения, и затем вот эти новые хозяева не заключили. Решили самовольно подключиться к сетям электроснабжения. И второй владелец дома, у него большой долг за электроэнергию, он не оплачивал. Также был отключен. После чего самовольно подключился. Но отключением и штрафами дело в малом Айёше не закончилось. Домовладельцы возобновили незаконное электропитание. И вот уже отключение по второму кругу. Упорство хозяев ни у кого, включая соседей, не вызывает симпатии. Самовольные подключения просто опасны. Может пострадать тот, кто пытается прицепить свой кабель к проводам под нагрузкой. А из-за возможных скачков напряжения могут пострадать и другие потребители. Так вероятны выходы из строя бытовой техники, а что самое страшное – пожары. Но, увы, действия на авось уже норма. Факты выявляются достаточно нередко, я бы сказал. Мы регулярно проводим рейды по бытовым потребителям, по предприятиям, организациям. И довольно часто выявляются факты нарушения потребления электрической энергии. В прошлом году в Новосибирской области похищено столько электроэнергии, сколько хватило бы небольшому городку на год. Поставщики ищут способы защиты сетей. Помогает новая техника. Например, приборы дистанционного контроля уровня потребления электроэнергии. Идёт борьба и с использованием магнитов, которыми абоненты останавливают счётчики. В пику им есть специальные пломбы. Например, в татарских сетях уже опломбирована большая часть приборов учёта. Помимо технических мероприятий в борьбе с хищениями электроэнергии, сотрудники РЭС осуществляют активное взаимодействие с правоохранительными органами по привлечению нарушителей к административной или уголовной ответственности. Оперативное мастерство сотрудников филиалов компании «Региональные электрические сети» тоже растёт. Оказывается, теперь полезно дружить с соседями потенциальных расхитителей электроэнергии. Соседи не молчат. А ещё нелегалы склонны к рецидивам. Так что надо только проследить. Константин Клещин, Алексей Баженов, Константин Менин. Новости ОТС.